Лего. Лего у нас в студии и Лего у нас в группе ВКонтакте. Мы сегодня утром запустили фотоопрос в нашей группе ВКонтакте, новое утро. И предлагаем вам, уважаемые зрители, прислать, поделиться своими наборами Лего, потому что думаем, что, возможно, у вас они есть или у ваших детей они есть. У нас уже есть две фотографии, предлагаю прямо сейчас их посмотреть. Давайте покрупнее. Пещера Майнкрафт. И самое главное, что меня удивило, здесь 3600 деталей. Представляете, сколько, интересно, времени, минут, часов, дней. Мы видели, что это мальчик, которому 39 годиков. Нет, это другой, по-моему. А, другой? Это разные люди. Разные люди, ну простите. Ну, если родители помогали, конечно, недолго. Ну, маска хорошая, хорошая. Ну, вот это как раз прислал Дима, которому 39 лет. Да, вот он тоже, видишь, собирает Лего. Ну, вот такие наборы, вот ты собрал и красиво стоит, а вот что-нибудь вот такого толка не страшно и клюшкой разбить. Да почему, оно тоже красиво стоит, почему нет? Нет, ты же знаешь, у тебя есть дети, это красиво не стоит. Это красиво может ездить. Поэтому спасибо тем, кто уже прислал. Мы ждем еще больше фотографий. Не забывайте фотографии присылать. И какой-нибудь сопровождающий комментарий. Мы с удовольствием посмотрим и прочитаем. Ну, а Саша у нас приготовил много всего интересного про Лего. Ты знаешь, я хотела сегодня немножечко, может быть, скучная кому-то тема покажется. Мне кажется, она интересная. При помощи конструктора Лего можно объяснить очень много всего. И уже около, больше 40, да, примерно так, больше 40 лет. Сама компания понимает, что можно обучать. Я предлагаю сейчас посмотреть короткое видео, оно просто будет идти у нас на экране. И мы посмотрим, как сама компания видит для себя цель. Что можно? Ну, вот с одной стороны, конечно, мы... Лего не просто играть, еще и учиться. С одной стороны, да, мы мелкую моторику развиваем. Но с другой стороны, очень многие школы используют даже механизмы. Сейчас есть у Лего специальные наборы, Лего Эджукейшн, которые как раз и нацелены на то, чтобы ребятишки учились не только собирать, но и уже кодить, то есть писать простые коды и многое другое. Я же хочу объяснить кое-что попроще. Культура. На боже Лего Эджукейшн их практически не найти, очень мало их. Я хочу вам рассказать, как при помощи конструктора можно объяснить простые какие-то вещи, как то, дроби или что-то иное. Начать я хочу... Смотрите, вот у меня есть пластиночка специальная. На пластиночке я вам прикреплю сейчас сначала... Это правда специальная пластинка? Для обучения? Специальная для... Нет, для сегодняшнего дня. Во-первых, посмотрите, можно объяснить, что такое части круга, например. Слушай, ну это ты сама придумала? Это твоя разработка? Нет, ну что-то можно найти в интернете. Я хочу вам показать то, что мы используем с моим ребенком, это как объяснить дроби. Посмотрите, у нас есть вот такая деталечка небольшая, деталечка на 8 вот этих пупырышек. Давайте будем называть их пупырышками. Ну так и быть, давайте. Если мы объясняем малышу, мы с ним посчитали пупырышки и говорим, посмотри, деталька одна, деталька целая, целая деталечка, и мы на ней все посчитали. Теперь попробуем ее, эту деталечку, разделить пополам. Какие получатся детальки? Получаются две детальки, да, вот они ровно разделены. И вот здесь как раз начинается объяснение той самой дроби, что у нас, если мы берем одну из деталей, у нас их... Ой, у тебя есть и специальная штука, которая отбирает... Конечно, конечно, профессиональные мамы. Посмотрим на меньшую детальку. И мы объясняем малышу, что сейчас вот эта часть, она одна из тех двух, которые были. Одна из двух, то есть одна вторая. Мы сразу вводим понятие числителя, знаменателя, и вот таким образом с малышом поделили. Но ведь мы же можем это еще дальше разделить, и мы используем уже следующие деталечки, которые нам покажут, как разделить восемь блоков уже вот таким образом. Куда-то у меня еще одна деталька задевалась. Ну, прямо занимательная математика. Да, да, да. Когда мы объяснили вот этот момент, что это уже одна четвертая, можно перейти к одной восьмой. Тогда нам понадобятся совсем вот такие вот пупырышечки маленькие. И здесь точно так же. Есть ребятишки, которым очень неудобно на слух воспринимать. Очень неудобно. Нет, конечно, визуально понятнее. А визуально? Так они еще и потрогать же могут. Все это доступно. Есть момент, когда мы можем объяснить математическое понятие, например, периметра. Периметр – это у нас что? Это количество пупырок, которые образуют, ну вот в нашем случае сейчас, вот такой квадратик. Опять же, мы его выложили, даем малышу задание, он сам вот это все проделывает. То есть внутри пусто. И как раз визуально видно, что периметр – это только очертание, это только по кругу. Если мы объясняем какую-то другую фигуру, например, если мы переходим к площади, то для площади, конечно, нужно будет фигуру не полую, а вот такую. Конечно же, это все может выпирать, не обязательно, это плоские моменты, да, и вот таким вот образом мы много что можем объяснить. И как давно ты это открыл для себя? Ты знаешь, я достаточно много читаю про образовательные модели новые, и мне кажется, ну, пару лет назад, наверное, где-то я наткнулась на… Как успехи у сына? Пятерка по математике? Ну, во-первых, в первом классе не ставят оценки, но у него 100 из 100 в Олимпиаде по математике, он единственный из класса писал второй тур математической Олимпиады. Это доказательство того, что метод такой действенный, поэтому можете применять уверенно. Да, еще я хотела бы показать, что не только математика дается ребятишкам при помощи Лего. Есть вот подобные книги «Вселенная с Лего», где мы уже объясняем физику, можешь себе представить. Почему это удобно? Додумался один очень хороший автор. Потому что частица, все базируется на частицах. Неважно, будь то меоны, будь то кварки, их можно представить маленькой деталечкой. Я себе несколько закладочек сделала, буквально тебе хочу показать. Какие молодец! Саша, посмотрите, в цвет платья розовенькие закладочки. Посмотрите, во-первых, мы можем и систему элементов химических показать, и все с малышом сами, он сам все это приклеивает. Мы можем показать, из чего состоят некоторые моменты. Прекрасно объясняется инфляция Вселенной. Что? Это момент расширения в первые секунды после Большого Взрыва. Помнишь? Да, это теория образования вообще нашей Вселенной. Да, красавчик, ты все это знаешь. Биг-бэнк! Ну вот смотри, вот мы с тобой знаем, а как малышу объяснить? А малышу мы можем вот такой вот системой показать, что сначала были простые частички, потом они становились все сложнее и сложнее, и вот они уже суперсложные. И на этом, да, мы показали... Не-не-не, ну ты покажи еще одну страничку. Что там? Это что такое? Это уже перцепция цвета, что тоже можно объяснить малышу. И это все лего. Я думаю, это просто игрушки, это вот просто машинки, которые надо катать. Вот это лего. Оказывается, можно учиться по лего. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Мы вернемся к этой теме.